Друзья, приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. Осенью необходимо провести санитарную обрезку декоративных кустарников, то есть удалить все сломанные, сухие или поврежденные ветви растений. Основной формирующий обрезку осенью нельзя проводить на некоторых кустарниках. О них я и расскажу в этом видео. Перед началом ролика подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Осенью можно провести формирующую обрезку летних цветущих кустарников. Весенние цветущие кустарники осенью нельзя обрезать, так как в таком случае можно не увидеть их цветение весной. Осенью обрезку кустарников проводят сразу после листопада, с конца сентября до середины ноября, в зависимости от региона. Осенью нельзя проводить формирующую обрезку чубушника. Необходимо вырезать все сухие поломанные ветки, прикорневую поросль, выходящую за пределы куста. Также можно спилить старые ветки под корень, которые уже плохо цветут. Формирование крона куста проводят после окончания цветения. Осенью проводят санитарную чистку кустов форзиции. Обрезают сухие поломанные ветки. С началом весенней оттепели срезают пострадавшие от мороза кончики веток. Основную обрезку кустов проводят летом, после цветения. Ее ветки обрезают наполовину. Старые ветки обрезают полностью под корень. Если необходимо омолодить куст форзицей, а это нужно делать тогда, когда уже он плохо цветет. Тогда вырезают ветви, оставляя две трети от основания, чтобы активизировать рост новых побегов. Омолаживающую обрезку куста можно проводить не раньше, чем на 4-5 год. Айва японская также цветет и плодоносит на побегах прошлого года. Поэтому формирующую обрезку не стоит проводить осенью. Осенью проводится только санитарная обрезка. Если в кусте присутствуют больные или поломанные ветки, их нужно удалить. Кустарник, очищенный от таких веток, хорошо проветривается, становится сильнее, обильнее цветет и дает более крупные плоды. Осеннюю обрезку проводят после того, как кустарник сбросит все листья. Летом в начале июня проводят основную, формирующую обрезку однолетних побегов. А в конце июля обрезают старые ветки. Наибольшее количество урожая дают ветки айвы, которые возрастом младше 5 лет. Поэтому старые ветви нужно вырезать под корень. Чтобы сирень ежегодно нас радовала обильным цветением, важно правильно ее обрезать. Осенью нельзя обрезать крону кустов сирени, иначе цветений весной не будет. Осенью только проводят прореживающую обрезку кустов. Удаляют из куста мелкие тонкие ветки. На таких ветках никогда не образуются бутоны, они только загущают куст. Поросли необходимо обязательно удалять путем обрезки под корень. Также осенью необходимо полностью спилить старые 4-5 летние ветки у земли. Осенью нельзя обрезать крупнолистные гортензии. Удаляет только соцветие, старое древесневшие стебли и сломанные побеги. Самое важное при осенней обрезке сохранить стебли, которые образовались весной и еще не цвели. Также необходимо удалить тонкие ветки, загущающие куст. Если вы хотите увидеть цветение барбариса, то не стоит кусты обрезать осенью, так как цветение кустарника происходит только на однолетних побегах. Осенью можно удалить тонкие, старые, более трех лет и сухие стебли. Их вырезают до основания. Окончательно барбарис формируют весной. Карликовые барбарисы растут очень медленно, поэтому осенью проводят только санитарную, прореживающую обрезку. Формирующую обрезку проводят только весной, раз в три года. Колоновидные барбарисы требуют ежегодной санитарной формирующей обрезки осенью и весной. Без ежегодной обрезки кустарники потеряют свою форму. Осенняя обрезка противопоказана всем белоцветущим сортам спиреи, так как их соцветия формируются на прошлогодних побегах. Осенью удаляет все слабые и тонкие побеги, так как они только загущают куст. Таким образом, каждые два года прореживают кусты. Старые кусты, которым более 6-7 лет, теряют свою привлекательность. Поэтому осенью такие кусты с целью омоложения можно обрезать до самой земли. Весной от корневой шейки начнут прорастать молодые побеги. В этом году они не зацветут, но куст полностью молодится. Формирующую обрезку кустов спиреи проводят летом после цветения. Бересклет компактус осенью не обрезают. Этот бересклет имеет очень сдержанный темп роста, поэтому не нуждается в частых обрезках. Весной удаляются все засохшие и подмерзшие веточки. Также кусту можно придать форму в виде шара с помощью формирующей обрезки в весенний период. Секатором срезаются верхушки побегов, придавая кустам нужную форму. Осенняя обрезка пузыреплодника проводится после опадания листвы. В этот период необходимо удалить из куста поломанные и загущающие куст ветки, то есть прорядить. Также осенью можно провести формирующую обрезку для поддержания красивой формы куста. Кустарник необходимо подстригать ежегодно. Всю поросль нужно удалять, чтобы она не угнетала рост кустарника. Также необходимо из куста удалять побеги, которые расположены горизонтально. Их срезают на уровне почвы. Тонкие и слабые побеги тоже нужно вырезать. Старые ветви, которым более 3-4 лет, нужно вырезать на пень. Взамен старых веток весной начнут отрастать новые побеги, которые через год зацветут. Вигелы очень хорошо относятся к обрезке осенью. После листопада можно приступать к формированию куста. Все ветви кустарника необходимо обрезать на 2 третьих. Медленно растущие карликовые вигелы обрезают ветки на 1 треть. Однолетние саженцы вигела осенью не обрезают. Бузину черную осенью не обрезают. Можно только провести санитарную обрезку, то есть удалить все поломанные и сухие ветки. Формирующую обрезку куста можно провести весной, до набухания почек. Весной удаляют побеги, которые растут внутрь куста и выходят за его пределы. Также необходимо будет удалить все высохшие и подмерзшие побеги. Старые ветви необходимо каждый год обрезать на 1 четвертую от основания куста. Места срезов обязательно нужно обрабатывать садовым варом. Отсутствие своевременной обрезки декоративных кустарников приводит к сильной загущенности кустов и как следствие к развитию болезней и снижению декоративных качеств. Поэтому необходимо своевременно проводить санитарную и формирующую обрезку. Тогда кустарники будут выглядеть всегда декоративно. Спасибо за просмотр! Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Напишите в комментарии, обрезаете ли вы кустарники осенью. Подпишитесь на мой второй канал Елена Сад и Огород и мой инстаграм. Спасибо за просмотр!